здравствуйте друзья с вами Татьяна с канал DIY рукоделие и сегодня мы с вами попробуем украсить вот такую вот замечательную бутылку вот будем украшать мы ее с помощью лепнины вот такими молдами разными ссылка на молды в описании под видео но сначала уберем этот липкий слой теперь я возьму бумажные полотенца их лучше они более прочные вот я их так нарвала крупными кусками взяла клей ПВА а на стекло я не очень люблю разводить клей ПВА водой потому что но бывает не очень хорошо прилегает кое-где можно отставать теперь мы это все делаем и клеем если клей густой то чуть-чуть можно развести водой чуть-чуть вот мы оклеили все выровняли вот так вот пригладили и оставили сушить до полного высыхания так смотрите бутылочка наша хорошо просохла вот берем молды ссылка в описании сделала я очередную массу сейчас я сделала с бумагой зела стала она получше но все равно я еще не готова вам ее дать рецепт потому что она еще не совсем совершенно и я хочу украсить нашу бутылку вот таким образом мы сейчас сделаем вот этот замечательный большой молд ПВА на ПВА приклеиваю оторвалась но это не страшно мы здесь ее подклеим чтобы форма хорошо выходила можно положить на 2-3 минуты в морозилку либо тальком нашу форму ну протереть внутри а еще знаете почему могла порваться потому что я здесь добавляла кусок отдельный то есть надо целиком брать кусок его распределять а потом разравнивать но я экспериментирую форма так вот потихонечку аккуратненько хорошо прижимаем управляем форма если где-то нарушилась еще смотрите значит это пока не сейчас мы еще здесь украсим у меня есть такая вот трубка то есть как украсть верх крышки думала думала ничего не могла придумать нашла в такую трубку либо от полотенец либо чего-то я уже не помню у меня их очень много поэтому я не знаю не помню от чего какие трубки я вот так вот ее отрезала вот она у меня у тебя будет одеваться это будет как корона поэтому я сейчас тоже сделаю вот такую вот штуку только я ее сделаю вот да вот вот так и сделаем ее как корону когда она денется она будет гармонировать будет очень красиво сразу сделаю то чему я уже научилась что надо брать весь кусок целиком вот так выравнивать и вот так вот уже его распределять вот так вот Продолжение следует... Так, смотрите, как у нас все потрясающе высохло. Вот это бутылка, крышка, которая реально была на бутылке. А вот это наша коронка, она тоже все хорошо высохла. Поэтому нам сейчас надо покрыть, покрасить все черной акриловой краской. Но акриловой краски у меня не было. У меня есть такая грифельная, ссылка на эту краску у меня будет внизу в описании. Вы можете зайти посмотреть, зайти писать на сайт эти краски. Очень хорошая укрываемость. Но еще раз говорю, что можно делать это совершенно спокойно акриловой краской. Вот теперь нам надо все это дело поукрасить. Ну вот, друзья, у меня она вся высохла, просохла, хорошо прокрашена. Вот, я все-таки внизу внутри покрасила, она одевается нормально. Краска прям тонким-тонким слоем. Вот, а теперь что я беру? Я беру золотой пигмент, акриловый лак. Все это смешиваю в частях. Пигмент мне сестра дала от Artline эти пигменты. Ссылка на Artline у меня тоже внизу будет в описании под видео. Такие пигменты замечательные. Просто потрясающие. Так что, кому если нужны, заходите по ссылочке, покупайте. Вот, с этой стороны я уже, видите, немножечко покрыла. Смешиваю вот так акрил с золотым пигментом. Если вы переборщили золотом, можно прямо просто брать чистый лак и лаком размывать. Смотрите, какая у нас получилась потрясающая бутылка. Это даже не бутылка, это, ну, как графин можно использовать. То есть, не обязательно ее декорировать для подарка, а потому что вот здесь снимается вот эта вот штучка, открывается крышка, вы можете налить любое вино. То есть, это такая вот корона у нас. Вот, закрывается. Если вам нравятся мои эксперименты, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, делитесь моими видео, мне это очень приятно. Пишите мне комментарии, мне это тоже очень приятно. Если есть возможность реально помочь каналу, я буду вам благодарна. Ссылка внизу в описании под видео. Итак, смотрите, какая получилась красота. На этой радостной ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok